Это тропистское пиво, сваренное в Нидерландии. Всем привет! Это Саша Гэндальф, проект Первого Арка, пивоварни Берберы. И сегодня мы поговорим о таких интересных сортах, как бельгийские дюбели, трипели и квадрюбели. Изначально все эти сорта пива варились бельгийскими монахами в своих монастырях и в какой-то мере заменяли во время постов, когда на них накладывали какую-то епитимию. Они заменяли им хлеб, им нельзя есть было ничего твердого, поэтому они варили насыщенные, крепкие и плотные сорта, которые потом выпивали, которые им нельзя было продавать, но кого это волновало, все они продавали, конкурировали с обычными мирскими пивоварнями. И достаточно удачно, это так, что эти сорта, вынесенные в отдельную категорию до сих пор, считаются, если не элитными, то очень качественными сортами. Начнем с дюбеля. Дюбель это бельгийский сорт, который, так называемый, в два раза он плотнее, в два раза более алкогольный, в два раза более насыщенный, чем обычные, назовем их обычные сорта бельгийские, которые к тому времени бланш и что-то другое. Дюбель изначально темный сорт, варится на темном солоде, с использованием темного солода, и на темном сахаре, обожженном, или какой он изначально темный, достаточно сладкий, достаточно плотный алкогольный сорт, со вкусом и запахом фруктов, дрожжей. Видно, что пиво темное, видно, что пена, карбонизация у него очень хорошая. Давайте посмотрим, каково оно на вкус, запах, на цвет мы уже оценили. Ну, пахнет оно, такие солодовые и дрожжевые ноты, но ни один из этих сортов сильно не охмелен, то есть какой-то хмелевой бомбы от них ждать вообще не следует. Ну, очень сладкий, фруктовый вкус и очень приятно. Небольшая горчиночка в нем присутствует, но она немного оттеняет общую сладость и продает некоторую пикантность, стилю. В нашем случае это бельгийский дюбель от Petrus. Много очень у них сортов. Один из самых ходовых, я понимаю, сортов. Очень вкусное, насыщенное пиво. Продолжим трипелем. Это бельгийский пивоварный Энкер, вот у них якорь нарисован. Очень сейчас достаточно интенсивно импортируется в Россию. И в том числе мне у них очень нравится фрутбир, ягодный сорт, очень вкусный. Если кто увидит, я советую все-таки попробовать. Интересно. Давайте попробуем их трипелем. Что мы знаем о трипеле? То, что он в три раза. Ну, как обычное пиво, дюбель, трипель. Он еще более... Начинаем. Дюбель, трипель. Он еще более похож на вино, чем дюбель, потому что он более крепкий, более насыщенный, более плотный. И если дюбель всегда темный, то трипель всегда светлый. Никаких жженых саладов в засыпи, никакого темного сахара. Белый бельгийский кулинарный, там я не знаю, как они там сахара эти называются, используются в пивоварении. Видно, насколько он светлый, видно, насколько он карбонизирован очень сильно. То есть, там гейзер снизу просто бьет постоянно. Более сладкое, более интересное пиво. Вообще абсолютно не пахнет водой, пахнет ягодами, сухофруктами. Очень интересный сорт. Давайте попробуем. Очень насыщенный и глубокий вкус. Кто с бельгийцами, если не очень знаком, я рекомендую как раз начинать знакомство именно с трипелей, потому что... Не, с трипелей. Потому что он очень яркий и больше шансов, что он вам понравится. И вы захотите ознакомиться с бельгийским пивоварением в большей степени, нежели какие-то более простые сорта. Ну, это уже все-таки ближе к вину, к такому ячменному. И тоже бельгийские пивовары, бельгийские, кто там, в монастырях, братья, варили и вполне себе неплохо жили. Да и сейчас живут. Ваше здоровье. Ну, и как я уже сказал, этот сорт больше, чем дюбель, напоминает вино. Именно из-за того, что правильные дрожжи, правильно сбродили, правильные ингредиенты в правильных пропорциях. И пьется оно как шампанское, уже больше как шампанский вина. Но если вы не предпочитаете виноградный, так сказать, источник, то вот солодовый источник, может быть, вам больше понравится. А так это достаточно вкусное, интересное, легкое, не сказать не легкое, но легкое выпивание именно. Очень хорошо заходит. По-моему, очень хороший продукт и советую все-таки попробовать его. И если уж мы заговорили о бельгийских сортах, сваренных в монастырях, то это истинный их представитель. В отличие от двух остальных, они сварены на обычных пивоварнях. И это единственное из трех сортов, сварены именно в монастыре. Тропист, Голландия, Нидерланды. Если остальные сварены на мирских пивоварнях, то это какое-то отношение имеет к одной из десяти пивоваренных, так сказать, церквей, как они, монастырей. Это их отличает, во-первых, то, что это действительно тропист. Во-вторых, если эти два бельгийца, то это уже голландский триппель, не триппель, это голландский квадриппель. И он обычно тоже темный, не такой темный, как дюбель, потому что засыпь там более светлая, но там вроде бы тоже используется жженый сахар. И обычно он такой вот красный. Ну, их запах их роднит с триппелем, потому что они практически идентично пахнут, ничего там, разницы никакой нету. Ну, кто-то предпочитает белое вино, кто-то предпочитает красное вино. То же самое можно сказать, если кто-то выпьет, ему больше понравится триппель, кому-то квадрюпель. Единственное, что алкоголя, конечно, у него еще больше, 10 градусов в нем. И это действительно очень вкусно. Еще более насыщен, но здесь уже, конечно, спиртозность проступает. Когда вы пьете, вот именно вот этот напиток уже очень похож на вино, потому что проваливается у вас алкоголь. Алкоголь, вы дышите алкоголем и уже совсем другое ощущение, но, тем не менее, очень вкусно. И что? В этом пиве, по-моему, все идеально, потому что цвет, запах, консистенция и вкус просто потрясающий. Добавить нечего, очень вкусный напиток, очень вкусное пиво, ну, как и любой из них трех, любой из них. Просто от чего вы хотите от пива? Если вы хотите чего-то попроще, но не менее вкусного, просто менее спиртозного, попробуйте дюбель. Если вам хочется чего-то более изысканного, каких-то уже других ощущений, попробуйте трипель. И если уж совсем хотите дойти до какого-то абсолюта, то, чем промышляли бельгийские монастыри, попробуйте квадрюпель. Любой квадрюпель, я думаю, вас не разочарует. Если это будет тропист, то это, конечно, уже традиция, это уже не разочарует он у вас и подавно. И поскольку Георгий у нас сегодня отрабатывал за камерой, а я тут в гордом одиночестве подпевал всякие вкусняшки, мы ему передадим вот такую вот штуку. Это бельгийский трипель, сваренный голландский паранидамален. И я думаю, он вам обозреет в ближайшем будущем. Это был Саша Геннер, проект Первый Варк, Первый Варни Биар Брюм. Вот так вот тут, тут, тут так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ребята, больше жизни, больше комментариев. Мы как бы открыты все для общения. И всегда рады поговорить, тем более о пиве. Всем пока. Хотел у тебя спросить, Саша, вот что. Буквально, наверное, целый год ты потреблял сильно охмелённые сорта. И вот я заметил, что потихонечку ты скатываешься на сорта, не скатываешься, наверное, неправильно. Просто перешёл на сорта, которые тебе раньше были несвойственны, которые даже попробовав однажды, ты как-то не очень хорошо, высоко ценил. Но сейчас ты отзываешься о них довольно-таки хорошо. С чем это связано? Ты считаешь, что вкусы как-то повзрослели твои или более широкий кругозор пивной стал? Ну, расширенный кругозор, это само собой. Ну и плюс к тому, что Бельгия мне всегда нравилась. И побывав в Бельгии, один раз, да, побывал, попробовав там их сорта, тот же Хугарден, но не тот Хугарден, который у нас развивают, и не тот Хугарден, который все так... Есть очень хороший Хугарден, называется он Гран Крю, и это очень крепкий сорт, и он очень вкусный, ароматный и мне очень грустно от того, что в России он не продаётся. Ну, я, насколько я знаю, вообще, кроме как в Бельгии нигде не продаётся. Как думаешь, с чем связано то, что его не экспортируют? Ну, это связано, наверное, с тем, что для того, чтобы попробовать вкусного пива, вам нужно приехать в Бельгию, заплатить там денег. Ну, почему? У нас же есть крафтовые бары, пабы, там ты их не накачал. Ну, это всё не массово, это микро, какие-то такие транзакции, то есть кто-то где-то в чемодане привёз, вот, там два ящика, условно, кто-то попробовал где-то на кухне, на самом деле шикарный напиток, вот. Ну, и что касается, если я возвращаюсь к твоему вопросу, то не всё пивоваренное сообщество, не весь пивоваренный мир упирается в оверохмелённые сорта. Другое дело, что они мне нравятся, я люблю к ним возвращаться, потому что, ну, мне действительно нравится этот хмелевой аромат, и чем его больше, тем лучше. Вот, но пивоваренный мир достаточно широк, что почему бы не попробовать, и это... Мне просто нравится. Ну, я люблю, я люблю всякие штуки, я люблю, как это называется, там, когда ты играешь на PlayStation или на Xbox, ты достижения какие-то... Ачивки. Ты завоёвываешь какие-то ачивки, в тапке ты завоёвываешь те же самые бейджи, ну, как-то их у меня достаточно много уже. Ну, ладно, похвастался. Спасибо. Что, всё что, это один вопрос? Нет, ну, не, могу ещё один задать. Я просто в течение... Ну, на паузу поставь ещё и заново. Да я... Ага, так вот. Просто смотрю, в течение года у тебя вкусы не то, что менялись, но как бы действительно вот... Да это не вкус поменялись. Шире становится диапазон. Если ты изначально попробовал в сильно-охмелённые сорта, просто в них ударил, и пил один за другим, пробовал, сравнивал и так далее, то впоследствии... И я помню позицию по поводу того, что фрукты там не нравятся, то всё, пятое, десятое, то сейчас обратил внимание, что и какие-то фруктовые сорта довольно-таки неплохо у тебя заходят. В общем, я по себе просто тоже сужу, мне кругозор расширяется. Ну, это я так примазываюсь, как бы, да? Ну, да, расширение кругозора, плюс невозможно пить всё время одно и то же, всё-таки глаз замыливается, и это как-то не очень уже потом всё становится вкусно. А если ты подпил немного фрутбиров, немного триперей, немного ты подпил там немецких сортов, и потом, возвращаясь к сильно-охмелённым сортам, ну, это как домой возвращаешься просто. Я вот по себе, если судить, это достаточно интересный опыт. Ну, и мир пива, он всё-таки достаточно многогранен, и не стоит зацикливаться на каком-то одном стиле.